здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы займемся приготовлением блюда из кабачка кабачки являются простым выращивание овощем излюбленным дающим большой богатый урожай многие сомневаются стоит ли сажать много кабачков потому что ну непонятно что из них готовить среди оладьев различных тушеных кабачков со сметаной различные соте из овощей тушеные кабачки с овощами ризотто с кабачком я предлагаю вам остановить свой выбор на запеченных кабачках с овощами это очень простое легкое приготовление блюдо то же время чрезвычайно полезно в связи с тем что мы в наши кабачки будем запекать температура несмотря на то что мы в духовке сделаем 150 180 градусов температуру температура самих овощей все равно останется на уровне 100 градусов это позволит сохранить большую часть витаминов и полезных веществ которые там содержится кабачки чрезвычайно богаты полезными веществами это и аскорбиновая кислота это витамины группы b но конечно же в них достаточное количество пектинов пищевых волокон то чего многим из нас так не хватает для того чтобы сохранить свое здоровье среди большого разнообразия сортов кабачка я даю предпочтение желтым таким вот типа цукини почему потому что эти кабачки накапливают в мякоти и в кожуре достаточно высокие количество каротиноидных пигментов бета-каротина он в нашем организме превращается в витамин а кроме того сам бета-каротин выполняет массу полезных функций в нашем организме наиглавнейший из которых антиоксидантная свободные радикалы постоянно образующиеся у нас в клетках с возрастом становится одним из факторов которые легко повреждают днк это приводит к мутациям всевозможным неприятностям поэтому употреблять продукты питания с достаточным содержанием антиоксидантов очень и очень важно для приготовления сегодняшнего нашего блюда нам понадобится самый обыкновенный картофель кабачок также растительное масло обратите внимание я буду использовать рапсовое масло при приготовлении блюд с температурой не выше 100 120 градусов рапсовое масло является предпочтительным на подсолнечном лучше жарить хотя при жарке лучше отдать предпочтение рафинированному оливковому или свиному жиру потому что они образуют меньше меньшее количество вредных веществ при нагревании до высокой температуры рапсовое масло не очень любит когда его нагревают очень сильно но для приготовления соусов заправок и вот при нагревании до температуры 100 120 градусов она подходит чрезвычайно она гораздо полезнее чем подсолнечное масло об этом мы еще поговорим не раз о пользе различных продуктов биологическое образование позволяет не только правильно организовать работы в саду и огороде правильно понимать что нужно растениям для богатого урожая но и правильно организовать свой образ жизни в том числе и питание обратите внимание что на вот этом масле не написано глупых фраз таких как не содержит холестерина или гмо я не доверяю производителям которые пишут подобного рода глупости на различных продуктах будь то соль минеральная вода или растительное масло такие производители спекулируют на том что некоторые люди не осведомлены как следует о том что такое гмо в каких продуктах его можно найти и поэтому стараются нанести какие-то такие рекламные слоганы или фразы для того чтобы их продукт получил некое преимущество но я не доверяю производителям которые спекулируют подобного рода вещами кроме того нам понадобятся томаты можно использовать также яблоки нам понадобится лимон или уксус обыкновенный или уксус яблочный для подкисления нашего соуса основой нашего блюда является соус потому что различные слои овощей будут пропитываться этим соусом и это очень важно почему потому что кабачок сам по себе не обладает таким ярко выраженным вкусом в этой связи достаточно сложно его приготовить чистом виде без добавок каких-то пряностей чтобы это было вкусно и естественно что мы добавляя соус обогащаем вкус и обогащаем само блюдо различными биологически активными веществами для приготовления соуса необходимо взять два яйца необходимо взять 100 150 грамм растительного масла и при сильном помешивании миксером или блендером как следует смешать масло и яйцо до получения такой майонезной консистенции конечно можно взять и обыкновенный майонез но в него кладут различные эмульгаторы него кладут много сахара а мы будем этот соус только подсаливать сахар дополнительный класть не будем потому что сам кабачок обладает достаточно сладким вкусом кроме того вот у меня есть такие вот помидоры которые ну не совсем красивые где-то треснул где-то чуть-чуть какие-то повреждения есть значит я все лишнее по отрезал и примерно 150 200 миллилитров вот таких вот помидоров ну просто но если брать кусочками также положил наш соус опустил туда блендер и измельчил их как следует в наш соус я добавил обязательно куркуму куркума является чрезвычайно полезной пряностью куркуминоиды обладают противовоспалительным эффектом и по некоторым данным они могут служить профилактикой онкологических заболеваний также я положу туда сладкую паприку она обладает целым комплексом биологически активных веществ включая также и каротиноиды также я положу черный перец это излюбленная приправа и туда его положу столько чтобы он чувствовался как говорят кулинары ну как я уже сказал я подсолю этот соус и для того чтобы он приобрел такую кислоту небольшую пикантность я туда выдавил еще половинку лимона вы можете положить одну-две чайные ложки столового уксуса или 3-4 чайные ложки яблочного уксуса это тоже будет очень хорошо и все как следует перемешать вот в такую вот посуду для запекания я уложил нарезанный ломтиками картофель для после этого я его смачиваю небольшим количеством нашего соуса так он получит небольшое количество соли и различных вкус ароматических веществ после того как картофель смазан как следует соусом я нарезаю кабачок на ломтики и укладываю сверху на картофель поскольку этот кабачок молодой он был снят только сегодня я укладываю его вместе с кожурой это важно потому что в кожуре содержится большое количество пищевых волокон кожура растушится и будет вполне комфортный для потребления в пищу также я не вычищаю семечки изнутри они мягкие они еще такие полу водянистые однако же эти семечки содержат большое количество полезных биологически активных веществ в том числе органически связан связан с связанный цинк а ведь цинк это элемент микроэлемент нашей красоты цинк является переносчиком цинк зависимые ферменты переносчиком ретинола витамина из кишечника внутрь нашего организма и случае дефицита цинка в организме сколько бы вы не принимали витамина а ретинола а ведь он отвечает за в том числе за красоту ногтей кожи волос вы все равно не получите достаточного количества ретинола без цинка кабачок я укладываю в этот в эту форму для запекания сюда же могу положить кусочек патиссон а он тоже мягкий он тоже еще не вызрелся как следует поэтому я его сюда также уложу он хорошо потушится и будет достаточно вкусно ну конечно это дело вкуса вы безусловно можете вычистить и косточки срезать кожуру если она толстовата это совершенно без проблем как вам только понравится следующий слой кабачка я также смазываю обильно смазываю соусом соусе у меня томаты также измельчены вместе с кожурой это тоже очень важно потому что в томатах также содержится значительное количество пищевых волокон и они будут обогащать и давать большую пользу нашему блюду после того как я сделал эту операцию процедуру я ломтики томата выкладываю наверх на кабачки ломтики томата можно заменить ломтиками яблоко это тоже довольно таки вкусно можно только иметь яблоки в этом рецепте можно яблоко и томат можно сюда положить еще спаржевую фасоль уплотнить это блюдо это будет довольно таки вкусно для того чтобы наше блюдо приобрело дополнительную пикантность я возьму вот такой зонтик укропа срежу отсюда такие полузрелые семена и посыплю для того чтобы блюдо приобрело приятный укропный запах безусловно я в конце готовки уже по готовому блюду посыплю вот такой вот свежей зеленью укропа мелко нарезанный ну а внутри положу вот такие вот ломтики также очень хорошо положить сюда листочки базилика они очень хорошо гармонируют с этим блюдом можно также положить листочки мяты вот я сюда кладу именно листочки мяты и один очень важный ингредиент практически который никто никогда не использует я более чем уверен что никто не использует это лепестки тагетиса вот такие вот коричневые тагетиса лепестки содержит огромное количество лютеина лютеин является чрезвычайно активным веществом которое накапливается в том числе внутри нашего глаза и обуславливает остроту зрения считается что одной из причин возрастного снижения остроты зрения является недостаточное накопление лютеина внутри глаза поэтому я возьму несколько цветочков измельчу вот так вот лепестки и посыплю наше блюдо не игнорируйте это растение наверное она есть практически в каждом домашнем хозяйстве в огороде собирайте их измельчайте вот так вот лепесточки подсушивайте их и используйте зимой и любое время года для приготовления ароматизации чая несмотря на то что тагетис довольно сильно пахнет в свежем виде после приготовления он свой аромат такой острый утрачивает и блюдо приобретает лишь немного угадывающийся аромат тагетиса он смешивается с другими ароматами и делается очень приятно я наношу еще один слой соуса на томаты или яблоки зависимости от того что вы сюда поместили и соответственно завершаю буквально приготовление нашего блюда единственный еще один маленький аккорд после того как я нанес последний слой нашего соуса на третий такой этаж овощей я посыпаю обильно все это сыром сыр придаст дополнительную питательную ценность нашему блюду он является превосходным источником белка кальция в нем еще есть дополнительное количество соли благодаря которой наши овощи приобретут дополнительный вкус и она создать сыр такую приятную сверху корочку запеченную благодаря кору который наше блюдо приобретет такой приятный вкус и аромат что ж приготовление нашего блюда закончилось вот эту всю конструкцию я сейчас поставлю запекаться до готовности о готовности нашего блюда скажет то что она просядет примерно на половину его толщина уменьшится за счет того что упечется кабачок упечется яблоко упечется томат который сверху он пустит сок носок будет выпариваться поэтому много здесь сока не будет это открытая посуда не надо закрывать ее ничем сыр запечется покроется приятной красивой румяной корочкой и наше блюдо будет полностью готово она очень вкусная и в теплом виде и как как гарнир к мясу к различным другим блюдам и в холодном виде его очень удобно брать с собой например на работу в качестве собойки съедается она по моему опыту очень быстро домашние очень любят и готовится тоже достаточно быстро всем вам рекомендую ну а скоро мы посмотрим как она выглядит вот такое красивое блюдо у нас в итоге после запекания получилось запах невероятно приятный и вид очень приятный она легко порционно делится потому что каждый кусочек отдельно картофель даст ему питательность остальные ингредиенты наполнят это блюдо высокой биологической ценностью на этом я прощаюсь с вами желаю вам приятного аппетита богатых урожаев и крепкого здоровья а и Субтитры создавал DimaTorzok